Информационная пропагандистская группа Гомельского облвыконкама начале с Геннадьем Салаёвым сегодня сострелилась с коллективом предприемства «Мазырские молочные продукты». Головная тема разговора – перспективы развития экономики региона. Наши корреспонденты с подробностями. Коммунальное унитарное предприемство «Мазырские молочные продукты» – одно из лучших в районе. Всё это принятое решение об занятии его на областную дожку гонору. Без улик МНПЗ его доля у экономицы Мазыршины каля 20%. Зараз что день тут перепрасовывается больше, як 300 тонн молока. Гэта практична уся сыровины, якуя отрымливают господарки Мазырского, Нараулянского и Ельского районов. Хоть живуть тут не только сёняшним днём. З уликам будомистства новых молочных товарных комплексов и, як следство повелешения объёму сыровины, на заводе почали модернизацию в творшасти при одночасовом пошуку новых рынков сбыту. Зараз на экспорт поставляется каля 40% вырабляемой продукции, але гэты показчик можно повелешить. На сегодняшний момент мы поставляем свою продукцию, это сухое молоко, в Российскую Федерацию, поставляем стерилизованное молоко на Украину и сухое молоко на Украину. Также мы в августе и в сентябре сделали отгрузку на Китай, 125 тонн сухого молока. В прошлом году мы отправляли свою продукцию на Марокко, в Турцию, тоже в Китай. Ну, прорабатываем вопросы с Азербайджаном, Грузией реализации сухого молока. Сегодня на Мазырских малышных продуктах працуют каля 460 человек. Середняя зарплата в этом году – 1160 рублёв. Это плюс 20% до леташнего показчика. До основного заработка можно додать еще бесплатный что-месячный продуктовый набор на 100 рублёв. Каб отримать его, необходимо працавать без порушений дисциплины и технологических потребований. Правда, такие выпадки на предприемстве означаются нечасто. Этот коллектив у Волголи визначается отказным ставленням до життя. Тут не подтримали закликов оппозиции, не выходить на працу, и худко реально оценили ситуацию. Во час встречи с информационно-пропагандистской группой облаканками об этом так само и дзя размова с демонстрацией документальных кадров, сделанных у Гомелли. Наши идеологические службы не были готовы к предприятию, тем более. Мы посмотрели, кто такой нехта. Смотрим, кто такой Белсата. Мы, понятно, давно уже с ними ведем такую работу. А нехта – это просто управление одной из подразделений внешней разведки Польши. И, понятно, когда они начинают бросить эти, которые сегодня, я вам скажу, на экономику нашей Беларуси, вот эти все сливы, которые там мы смотрим по БЧБ, смотрим по шествиям, они нам приносят вред. Люди хотят работать. Люди не хотят ходить. Это просто их подталкивать, из которых люди в этой толпе, как мы называем, 80-90% просто пришли поглядеть и поглазеть. Позиция, которая на следующий день блытается без дела, она нам приносит вред, не пользу. А это будет страдать народ. А им нужно, чтобы народ страдал. Поэтому мы со своей стороны все делаем для того, чтобы было комфортно нашим людям. В принципе, по Гомельской области, по самому Гомелю, увидел, какое положение было вообще в городе, как решались проблемы. То есть, все было разъяснено. А проще политической ситуации, подчас встречи с информационно-пропагандистской группой Аблваканками обмерковываются и иншие питания. Урешті, мазырские молочные продукты живут реальными клопотами, а тому перспективы развития района для коллектива мают куда больше великое значение, чем спробы опозиций спинять вытворчасть и покинуть людей без работы. Сирот обмеркованных тем так сама верогодность повелешения пенсийного взросла на державном узровне. Такое питание зараз не разглядается. Людей цікавить и выдача кредитов для будавництва жилья и поддержки медицинских установ в контексте борьбы с коронавирусом. А еще и перспективы развития агропромислового комплекса. Зараз на Гомельшине распочалась распросовка отповедной программы, реализация которой будет различена наперед до 2025 года. Мы находимся в зоне рискованной земледелия. Президентом пошел разработать мне программу в отрасли сельскохозяйственного производства, на что нацелить. Мы уже тут, скажу честно, сейчас начали виноградник посадили первый в Ельском районе. Тут мне давайте арбузы будем выращивать. Но традиционных схем производственной деятельности я не хочу выходить. Почему? Потому что арбузами много не накормишь. Это такая культура, которая на сей день подвержена определенным условиям. Поэтому я вам скажу, что президентам очень много поддержки есть. И в прошлом году я это увидел. В финансовом таком направлении. И в текущем году бюджетные займы выделены нашему сельскому. И не только. Это были, в разуме, 50 миллионов рублей выделены займы для целой экономики. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерга Панько. Телерадио компания «Гомель» с Мазыра.